В рамках программы утилизации опасных отходов в Афибском городском поселении установлен эко-бокс, куда можно сдать отслужившие свое батарейки, люминесцентные лампы, ртутные лампы и термометры. Проблема утилизации отходов озадачена экологи всего мира, так как опасные отходы наносят серьезный урон окружающей среде. В батарейках содержится множество различных металлов, среди них ртут, никель, свинец и цин, которые, попадая в почву, воздух и воду, отравляют все живое вокруг. Сборы последующей утилизации химических отходов, таких как батарейки или ртутные лампы, позволяют устранить их негативное воздействие на окружающую среду. Например, переработка одной пальчиковой батарейки сохраняет 1000 литров воды и предотвращает образование 250 грамм отходов от добычи сырья. Эксплуатация таких контейнеров привлекательна тем, что жителям поселений не нужно никуда специально обращаться для того, чтобы сдать одну-две отработанные лампочки или же батарейки. Специальный экобокс установлен по адресу улица Коленина, 44, стоянка рядом с администрацией Афибского городского поселения. Все собранные химические отходы будут отправлены на специальные заводы для безопасной утилизации. В зале районной администрации прошло заседание постоянной антинаркотической комиссии. О ситуации с вовлечением населения в незаконный оборот и потребление лекарственных препаратов рассказал начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Северскому району Михаил Маслак. На постоянной основе проводится негласная проверка аптечной сети на предмет выявления факта продажи запрещенных веществ. За текущий период 2019 года в отделе МВД по Северскому району зарегистрировано на настоящее время 51 уголовное дело по Ленину. Из них тяжких и особо тяжких составов 7 сбытов, 3 хранения наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта, в крупном размере 4 хранения наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта, 37. На учете в отделе МВД России по Северскому району состоят 146 человек, допускающих употребление наркотических средств без назначения врача. 29 человек поставлено на учет в отчетном периоде. Из них проходят диагностику профилактического мероприятия и лечения от наркомании 68 человек. 34 человека привлечено к уголовной ответственности и отбывают наказание в исправительных учреждениях. С докладом о наркоситуации в районе выступил врач-нарколог Северской ЦРБ Сергей Емельянников. На 1 мая 2019 года на учете состоит 772 человека. В течение первого квартала с наблюдения сняли 59 человек – 9 наркозависимых, 33 алкозависимых, 17 человек с профучета. Для раннего выявления и профилактики употребления наркотических веществ несовершеннолетними в Северском районе с декабря 2018 года по апрель 2019 проведено обязательное тестирование учащихся образовательных учреждений. В нем приняли участие 613 человек. Употребление наркотических веществ среди них не выявлено. Также о выполнении муниципальной программы противодействия незаконному обороту наркотиков на 2017-2021 годы на территории Северского района рассказали начальники управления. После заседания антинаркотической комиссии участники встречи обсудили насущные проблемы в рамках рабочей встречи. С докладом о реализации энергосервисных контрактов на территории Северского района выступил заместитель директора филиала ПАО «Кубани-Нерго» Краснодарские электрические сети Александр Харченко. В июне 2019 года стартует масштабный проект по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии. Специалисты компании оснасят более 42 тысяч точек учета электроэнергии современными многофункциональными приборами учета. Завершение встречи о наведении санитарного порядка рассказали главы городских и сельских поселений. На сегодняшний день в нашей стране трудятся тысячи иностранных граждан. Правда, не все из них имеют на это разрешение. Иностранный гражданин, желающий осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, должен иметь патент, разрешение на работу, временное проживание и вид на жительство. Граждане Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии осуществляют трудовую деятельность по договору. При приеме на работу иностранного гражданина работодатель обязан уведомить об этом отдел по вопросам миграции в течение трех рабочих дней. В противном случае он несет административную ответственность, влекущую штраф. Регистрация иностранного гражданина или постановка его на учет без фактического проживания не допускается. Граждане Российской Федерации, являющиеся принимающей стороной для иностранного гражданина, которые осуществляют постановку на миграционный учет, без намерения предоставят жилое помещение, а иностранный гражданин без намерения там проживать, образуется состав уголовной ответственности гражданам Российской Федерации по статье 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые регистрируются с РВП, с ВНЖ, по месту жительства и не проживают по адресу регистрации, то есть также осуществляется фиктивная регистрация, образуется состав уголовной ответственности 322 прим. 2. Для постановки иностранного гражданина на миграционный учет принимающая сторона обязана предоставить миграционную карту, документ, удостоверяющий личность, уведомление о прибытии иностранного гражданина, копия всех заполненных страниц его паспорта. Если иностранный гражданин сам является собственником недвижимости, то он может поставить на учет только себя и к вышеперечисленным документам предоставляет копию правоустанавливающего документа. Последний штрих перед выходом в большой мир. В детской художественной школе поселка Ильский прошел выпускной бал. На торжественной церемонии собрались преподаватели, воспитанники и их родители, чтобы подвести итоги и поздравить выпускников, чей творческий путь продолжится уже за пределами школы. Поздравить ребят с праздником пришла заместитель главы Ильского городского поселения Вера Сабаева. По поручению Николая Викторовича, я от всей души поздравляю вас с окончанием учебного года. Вы стали на год взрослее, умнее. Этот год вам дал новые знания. Вы стали мудрее. И я желаю всем присутствующим детям быть здоровыми. Пусть радость творчества будет вашим постоянным спутником. Пусть лето будет насыщен веселыми и яркими событиями. И Новый год вы пришли уже с новыми идеями, с новыми планами. И пусть он будет для вас успешным. На счету воспитанников художественной школы огромное количество наград краевого, всероссийского и международного уровня. Их работы участвуют в крупных выставках, а сама школа входит в число 50 лучших школ России. Помимо выставки творческих работ учеников, на торжественной церемонии состоялся показ моделей одежды, разработанных выпускниками. Дизайнеры, архитекторы, художники, каждый из учеников Ильской художественной школы – это уже самостоятельная творческая единица, чей талант развивают и направляют квалифицированные и неравнодушные педагоги. Для сегодняшних выпускников обучение в художественной школе закончено, однако уже в сентябре классы вновь откроются для следующего поколения молодых талантов. На Кубани проводится опрос населения, организованный Южным ГУ, Банка России и Министерством экономики Краснодарского края. Вопросы в анкете касаются финансовой доступности, удовлетворенности работы финнорганизаций, а также качеством доступа к сети интернет. Опрос проходит с 20 мая по 23 июня во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в рамках проекта по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях. Его можно пройти с компьютера, планшета или смартфона. Анкетирование займет не более пяти минут. Любая передовая технология неотличима от чуда. Артур Кларк. И действительно, раньше телевидение казалось просто чудом. Сегодня мы привыкли к телевизору в каждом доме, словно так было всегда. Но телевидение продолжает развиваться. На смену аналоговому приходит новый цифровой формат вещания. Стандарт DVB-T2 формат MPEG-4. С 2009 года в России началась новая эра цифрового телевидения. Мы расскажем о ней в цифрах. Мир развивается по пути технического прогресса. Цифровое телевидение — это новый этап развития. Цифровое телевидение смотрит более чем 675 миллионов домохозяйств по всему миру. Это почти вся Европа, США и Япония. Благодаря использованию спутников и разветвленной сети наземных объектов, цифровой сигнал будет доступен по всей России. Просмотр цифровых каналов будет доступен, даже если у вас старый аналоговый телевизор. Подключиться к цифровому телевидению просто. Нужна дециметровая антенна, комнатная или наружная. И, разумеется, телевизор. В зависимости от возраста и модели телевизора, для приема сигнала понадобится специальная приставка, которая поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 и формат MP4. Ее можно приобрести в магазинах электроники. А современные телевизоры будут поддерживать стандарт цифрового вещания DVB-T2 без всяких дополнительных устройств. Мир не стоит на месте и скоро прогресс придет в каждый дом. Цифровое эфирное телевидение — это сигнал к лучшему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Этот прототип, похожий на летающую тарелку инопланетян, создали румынские инженеры. Называется он «Всенаправленный летательный объект». Аппарат может взлетать и садиться вертикально, как дрон, а в воздухе ловко менять направление и даже летать вверх ногами. Автор идеи Йосиф Тапусу проводил аэродинамические исследования несколько десятилетий. В итоге он решил создать аппарат, который в профиль похож на плавник дельфина. Весь корпус играет роль крыла. «После того, как я разработал концепцию плавника дельфина, то написал еще серию статей. Я увидел, что исследования продвигаются вперед, но мне очень хотелось подкрепить выводы экспериментами». Тапусу создал первый прототип 12 лет назад, и он был деревянным. В 2013-м из-за нехватки денег инженер решил отказаться от проекта и подарить модель музею. Однако другой румынский ученый заинтересовался разработкой и взялся помочь. «Он показал результаты исследований, рассказал всю историю. И тогда я понял, что проект основан на необычайной аэродинамической концепции, подкрепленной тремя десятилетиями исследований. Если такой аппарат заставит летать, то этот проект мог бы совершить переворот в авиации». Всенаправленный летательный объект оборудован четырьмя винтами и двумя реактивными двигателями. Он способен развивать сверхзвуковую скорость. Разработчики говорят, что такой аппарат может быть беспилотным и пилотируемым. Они хотят построить и протестировать полноразмерные прототипы. Продолжение следует... Продолжение следует...